На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге получил одобрение закона восстановления природы. Он является ключевым элементом зеленой сделки стран ЕС, которые пока остаются в силе. За проголосовали 336 депутатов, против 300 при 13 воздержавшихся. Проект текста возвращается на доработку в парламентский комитет по окружающей среде. Испанский социалист Цезар Луэна надеется, что закон будет принят в окончательном виде к концу этого года. Закон призван спасти и приумножить биоразнообразие, которому угрожают изменения климата. Он направлен на то, чтобы к 2030 году вернуть к своему естественному состоянию в Евросоюзе не менее 20% поверхности суши и моря. Но правоцентрист из Италии Сальвадоре де Мео опасается, что от этого может пострадать сельское хозяйство. Народники, крупнейшая парламентская фракция, вместе с крайне правыми депутатами, видят угрозу для бизнеса как в законе о восстановлении природы, так и в планах Брюсселя по достижению климатической нейтральности к 2050 году, которые разрабатывает вице-председатель Еврокомиссии Франц Тиммерманс. Между тем, у здания Европарламента провели демонстрацию защитники окружающей среды, а также фермеры и рыбаки. Они предупреждают, что сокращение посевных площадей и зон морского промысла подорвет продовольственную безопасность.